По законодательству, чтобы выделить участок под застройку храма в центре Сосновки, необходимо внести изменения в правила землепользования и застройки Десногорска. Заявление было рассмотрено и одобрено комиссией по внесению изменений в правила. Чтобы решение комиссии обрело законную силу, администрация должна провести публичные слушания и спросить у населения согласие на возведение на территории города еще одного православного храма. Чтобы спрашивать землю для строительства храма, служит в первую очередь обращение жителей города Десногорска, которая поступила в правящем объеме Ростовской епархии в Адыке-Милите. Восьмой микрорайон находится все-таки в некотором отдалении храма города Десногорска и не все живущие там жители этого микрорайона имеют личный автотранспорт, чтобы добраться до прихода православных, которые находятся здесь в центре. Причем семей православных у нас там очень много, вот только в нашем приходе у нас около десяти семей, которые живут там в восьмом микрорайоне, плюс еще прихожане храма-освятителя Стефана Голикопернского, конечно же, это послужило основной причиной их объединения и обращения к Вадыке-Милите и с просьбой организовать православный приход именно в пределах восьмого микрорайона. 27 июня в здании администрации прошли публичные слушания. Обсудить этот вопрос пришли около 60 жителей Десногорска. И хотя будущий храм изображен пока только на эскизе, десногорцы принимают его в таком виде. За строительство проголосовали все участники публичных слушаний. 3 июля на сессии Гурсовета будет принято решение о внесении изменений в правила землепользования и начнется составление официальных документов и разработка проекта храма.